Всем привет! Если у вас сломалась любимая удочка, в принципе здесь есть 4 варианта развития событий. Первый это бросить рыбалку полностью. Второй вариант это пойти и купить новую удочку. Третий вариант сдать в ремонт, отдать за это деньги. И четвертый, что-нибудь покумекать и отмастерить ее самому. Сейчас я покажу четвертый вариант, как я ремонтирую удочки сам. Почему я в кукурузе сижу, потому что дети не дают снимать. Спрятался в тишину. Все, поехали. Так, сразу покажу проблемное место. Удочка 6-ти метровая. Вот пятая колена. И вот здесь на расстоянии 10 сантиметров от четвертого произошла трагедия. Вот при забросе образовался хрусь. Первым этапом нужно снять пропускные кольца и конечный тюльпан. Вот сверху боксидная смола отколыривается. Потом оплетку обрезаем. Вот вдоль тюльпана пелищими движениями. Сняли. Дочищаем до конца. Тюльпан конечный снял. Просто на огне разогреваем. Аккуратно пассатижами снимаем. Очень легко. Третье кольцо снимаем. Дальше 6-е и 5-е колено я достаю из удочки. Вот здесь в камле удочки откручиваем. Снимаем крышку. Пятое и шестое колено. Шестое пока убираем. Вот пятое колено. Сейчас объясню, что случилось. Я думал, снимаю. Телефон выключился и ничего не снимал. Значит, вот представьте, что у меня то, что я достал. Вот пятое колено. Вот сломанное место. Сейчас я покажу его целым. Как будто... Вот сломанное место было в этой части. Вот. Пилку по металлу. И аккуратно отрезаем. Смотрим, где... До куда доходят трещины. Отступаем еще сантиметра три с запасом. Внизу и вверху от места поломки аккуратненько отпиливаем. Раз. И тут я отпилил два. Все. Вот этот поломанный участок, он нам уже не нужен. Дальше, что я сделал. Обработать нужно концы вот этих колен, то, что у нас остались. Каким образом? Значит, наносим клей. Потом обычной плетеной леской аккуратненько, ровненько наматываем. Два слоя, можно один. И сверху еще слой клея. Потом этим отрезанным участком я взял, разровнял. Подождал, пока застынет клей. Теперь вставляем в этот отрезок. Вставляем. Вот, видим, удочка, когда будет разложена, обработанный конец не доходит до самого этого колена. Получается оно новое, то, что мы вырезали. Дополнительное как бы. И это хорошо, это то, что нам нужно. Теперь вставляем последнее колено. И все это дело в удочку вставляем. Обратно. Откуда и достали. Проверяем, что у нас получилось. Достаем. О, то, что нужно. Вот это родная часть сломанного колена. Идеально здесь должна подходить, потому что вот этой части мы ничего не делали. Это колено выходит из этого. И тоже отлично держится. Теперь нам надо вот этот край еще обработать. Сейчас покажу, как я тут обрабатываю. Этот пока засовываем на место. Наносим клей. Тут можно побольше, не стесняться. Эту часть я уже сложить не буду. Теперь плетеную миску и делаем обмотку. Нужно стараться, чтобы нить ложилась вплотную к предыдущему мотку. И без нахлестов. Все, я дошел до конца. И в обратной последовательности уже не такие частые витки делаю, чтобы дойти до конца. Просто клей защищает плетеную нить от гниения. И увеличивает срок службы отремонтированного колена. Повторно наносим слой клея. Выкладываем кусочки оставшиеся на клей. И равномерно распределяем его. Все, ждем пока застынет. Так, пока клей здесь застывает, можно уже монтировать сюда пропускное кольцо. Для этого последнее колено я пока сложу. Здесь лучше суперклей использовать. Он моментально застывает. Только один минус, что он трескается потом, может, и этот не трескается. Один слой витков плотных. Один ряд есть. Теперь укладываем, наносим клей и укладываем кольцо пропускное. Пару мотков делаем, отходим от края. Так, потом садим на клей кольцо. И сверху очень плотно с усилием. Делаем так, потом возвращаемся. И заводим под кольцо, чтобы у нас за кольцом было возвышение из нитки. Чтобы кольцо не соскарзывало. Все, возвращаемся и доматываем. И заматываем еще раз в обратном направлении. И осталось посадить на тюльпу. Даже можно вот так. Накручиваем аккуратненько. Вот. Сложное видео, отремонтированное удилище. До конца я здесь уже слаживать не буду никогда. Ну вот, покрасила черным лаком для ногтей. Получилось все в цвет удочки и в цвет колец этих. Полностью разложил. Удочка 6-метровая. Сейчас под нагрузкой проверим, чтобы геометрия правильная была. Так, даем нагрузку. Бланк держит спокойно. Ну, понятное дело, что мы рыбу не поднимаем, когда ловим. А вываживаем, подводим к себе. Но именно я показываю, что в месте поломки все выдерживает, все хорошо. Ну вот и починили. Нравится видос, нравится мой способ. Ставим лайк, подписываемся на канал. Впереди рыбалка на линя. Всем удачи, трофеев и не хвоста, не чешуи. Редактор субтитров А.Семкин